Фойе Севастопольского центра культуры и искусств буквально яблоку негде упасть. Здесь собрались лучшие молодые умы Севастополя, гордость вузов и школ. Эти ребята уже достигли высоту научной деятельности, каждый в своей области. Для выпускницы СевНТУ Ольги Гефтман это уже не первая стипендия. В конкурсе она успешно принимает участие уже в четвертый раз и не скрывает секрета успеха. Во-первых, желание, во-вторых, мы возьмем чуть-чуть удачи, потому что без удачи тяжело. И толчок, который заставит тебя куда-то стремиться и не расстраиваться, если будут какие-то неприятности на пути. В этом году в клубе стипендиатов прибыло. Новыми участниками стали еще несколько вузов Севастополя. Банковская академия, Первый национальный университет и Саратовский национальный институт. По словам президента фонда Павла Лебедева, главная задача программы – раскрытие потенциала и содействия талантливой молодежи Севастополя. Ведь это очень важно с юного возраста – вести научную работу и знать, что тебе помогут и поддержат. Когда чувствую, что деньги попадают в среду, в которую мы потом видим результаты. Результаты – то, что стипендиаты становятся кандидатами наук, докторами, что они становятся победителями олимпиад, соревнований, что они просто талантливые люди. Поэтому у меня интерес не пропадает. Я чувствую, что делаю правильное дело. Чтобы попасть в список счастливчиков, нужно изрядно потрудиться и стать лучшим практически во всех областях, начиная от отличной учебы, участия в конференциях, олимпиадах, написания научных статей и заканчивая общественной деятельностью. Очень много интересных. У нас прямо у самих глаза горят, и мы получаем истинное удовольствие от общения с ними. То есть такие дети у нас великолепные просто в городе. Отбор кандидатов для получения стипендии осуществляется в ходе открытого конкурса на основании лидерского потенциала, социальной активности, академических достижений и эрудированности кандидатов. Александра Толкачева, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».